И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Сэн, и на ваших экранах вновь замечательная Тунгуска, точнее секретные материалы, на этот раз вторая часть, Puritas Cordis, носит она название, потому что Тунгуска это все-таки было название первой части, но почему-то, кстати, любопытно, именно серию данных игр называют именно Тунгуской. И это, конечно, очень странно, с учетом того, что Secret Files вообще-то называется каждая игра, но да ладно. Вторая часть, которая на самом деле, как сказать, довольно давно должна была, наверное, появиться на данном канале, потому что вы ее, кто смотрел первую Тунгуску, первую Тунгуску, ну ладно, Тунгуску и черт с ней, в общем, первую игру, кто смотрел Сибирь, кто вообще, в принципе, у нас на канале любит квесты, те как бы уже давно и ждали, и просили, и что-то как-то, знаете, не доходили мои руки до этой игры, а сейчас, в принципе, захотелось отдохнуть от каких-то крупных RPG-шек, особенно Tales of Zestia, которая у нас была вот буквально недавно. И, в общем-то, захотелось чего-то такого, где не нужно постоянно лихорадочно тыкать на кнопки геймпада или клавиатуры или еще чего-нибудь, не знаю чего, захотелось просто посидеть, жмякая одну кнопочку, чтобы просто можно было наблюдать и вообще ни о чем не думать. Именно поэтому я решила взять квест, чтобы вообще ни о чем не думать. Логика извращенная моя. Ну да ладно, в общем, вторая Тунгуска, лишних слов, я думаю, по поводу этой игры произносить не стоит. Кто не знаком с этой игрой, в принципе, я думаю, вы посмотрели уже первую часть, я надеюсь, по крайней мере, на это, потому что все-таки вторая часть, она является продолжением первой, каким-никаким продолжением. Поэтому, если вы все-таки не посмотрели первую Тунгуску у нас, то, пожалуйста, посмотрите ее, либо поиграйте сами, а лучше и то, и другое. Вот, чтобы понимать героев, чтобы понимать их взаимоотношения, потому что они тут имеют свое развитие после первой части, поэтому вот. А те, кто знает, в принципе, вы в представлении и не нуждаетесь. И, прежде чем начнем, обозначу то, что если будет громко или, наоборот, тихо, мы все это поправим во второй, там, в третьей серии, посмотрим, как оно пойдет, потому что первая серия никогда идеально не бывает, у нее обязательно где-нибудь какие-нибудь косяки, да и есть. В общем, давайте, понеслось, но в игре. Я уже так от квестов отвыкла... Я еще не помню, кстати, эту игру, очень плохо помню. Помню примерно локации, а вот какие загадки, что делать... А, вообще, тупить буду по-страшному. Готовьтесь. Приходская церковь Святой Девы Марии, Эшфорд. Очень умный комментарий от Сэмона. Ну ладно. Я просто немножечко, знаете, как сказать, перевозбуждена от того, что мы начинаем прохождение этой игры. Давно у нас не было квестов, я от них реально отвыкла, и какое-то такое сейчас странное чувство. К тому же игра довольно старая. А я по ней соскучилась. Это какие-то... Опа! Сейчас, может... Кто-нибудь! Тебе прилетит, по ходу, дело. Сам Фишер. Второй Сам Фишер. Дабл-эйджент. Спорим. Скоро брат Мэтью будет умирать от желания сообщить нам, где искать пергамент. Ну, опять какие-то таинственные пергаменты. Рад Мэтью, пергамент. Быстро! Он вздох, по-моему, ребят. Мы, по-моему, перестарались. Несколько часов спустя. Добро пожаловать в Крайдс Колледж, Кембриджский университет. Всегда мне нравилось Тунгусск таким киношным подходом, потому что заставки здесь реально смотрятся как кино. Интересное приключенческое. Объект Мэри находится в здании. Начинаем второй этап. Подвигаемся. Ну, Клаус. Я не могу продвинуться в расшифровке рукописи. Как вообще замолкаю. Но из того, что я успел расшифровать, следует, что брат Мэтью в своем письме был прав. Дорогой епископ Берри, этот пергамент мы обнаружили несколько дней назад, во время реставрации склепа в нашей старой деревенской церкви. Учитывая состояние и качество бумаги, мы полагаем, что документ был написан несколько веков назад. Есть и другая причина, по которой я высылаю документ вам. С тех пор, как он был найден, происходят странные вещи. За это время произошло два взлома, а один из наших братьев пропал без вести. Не знаю, действительно ли это связано с рукописью, пока нам не удалось расшифровать текст. Но мне кажется, мы нашли нечто очень важное и, возможно, очень опасное. Пожалуйста, свяжитесь со мной, как только узнаете что-либо о рукописи или ее содержании. С уважением, Мэтью Уэйкфилд. Я постараюсь продолжить расшифровку рукописи. Надеюсь, завтра Уильям Паттерсон сможет мне с этим помочь. В конце концов, средневековая тайнопись – его конек. Нет времени. Я занят. Епископа Берри в данный момент нет в офисе. Пожалуйста, оставьте сообщение. Епископ Берри, говорит старший инспектор Фальк, отдел расследования убийств Ашварда. Я, епископ, мне нужно срочно с вами поговорить. Это по поводу убийства священника, некого Мэтью Уэйкфилда. Мы обнаружили тело час назад. Свидетели упомянули двух мужчин в черной боевой экипировке. Уэйкфилд отправил нам сообщение за несколько дней до своей кончины, которое мы... Но это сейчас не важно. Теперь, когда он мертв, его послание приобретает совершенно новый смысл. Пугающий смысл. Епископ, мне нужно срочно с вами поговорить. Ваша жизнь может быть в опасности. Мы... Телефон не работает. Уэйкфилд мертв? Но этого не может быть. Его письмо. Я только что получил от него письмо. Чёрт ваку. Красный-3, займись объектом. Я прикрою выход. Вас понял, Красный-2. Двое в камуфляже. Они ищут меня. Мне нужно выбираться отсюда. И я должен спрятать документ в надёжном месте. Не знаю, почему это так важно. Но Уэйкфилд умер из-за этой рукописи. Господи, помоги мне. Как скажешь, мужик. Я всегда здесь. В общем, вот такая вот у нас завязка. Не помню, честно говоря, сейчас, да, как выглядела первая игра. Но, по-моему, на моей памяти, когда я играла давным-давно, 2-я выглядит лучше. Было бы странно, если бы она не выглядела лучше, на самом-то деле. Так, ну, что я могу сделать? Я могу посмотреть на письменный стол. Господи, я так давно в квесты не играла. Я уже забыла, как комментировать их. Здесь складывают заказанные книги. Согласно спискам, криптографический символизм заказал Уильям Паттерсон. А также доктор Люси Форестер. Форестер? Лучше передать рукопись моему другу Уильяму Паттерсону. Ему можно доверять. И он эксперт по расшифровке подобных документов. Форестер, они уже здесь. Так, ну чё. Писание и символы европейских религий. Я буду пользоваться вот этой подсветкой, просто чтобы сэкономить время банально. Так что, если кому-то это не нравится, простите. Криптографический символизм. Берём. Ращуем. Уходим, наверное. Нет, подожди, что тут за дверь? Перед уходом мне нужно придумать, где спрятать рукопись. Она не должна попасть к этим людям, если они схватят меня. Ну, пойдём туда, значит. Дверь заперта. Лучше мне отсюда не выходить, если я не хочу столкнуться с незнакомцами в камуфляже. Офигеть, это дверь прямо на улице, что ли, ведёт? Ну, ты даёшь, мужик. Успай, как конвентарь открывается? А, для дебилов. Письмо, кстати. Письмо от Викари. Уверен, что он сможет во всём разобраться. Ну, делаем хорошие мысли. Теперь я должен позаботиться, чтобы книга не попала к этим людям. Наверное, логично. Так, какой-нибудь впендюрить чуть-чуть, да, например? Гениально, мать ты. Ну, раз справа дверь на улицу, пойдём влево. Логично, он сам пошёл. Какой он умный. Я должен быть уверен, что завтра Уильям Паттерсон получит книгу прежде, чем доктор Форестер заполучит её. Они оба заказали книгу, которую я спрятал. Есть вероятность, что Форестер доберётся до неё раньше, чем Уильям Паттерсон. Почему шатаются лампочки, не совсем понятно. Может быть, из-за того, что окно открыто, и ветер дует, и с другой стороны, кто открыл окно, зачем это было нужно? Ну да ладно. Доктор Льюси Форестер. Социальная и экономическая история. Возможно, кстати, сделали специально так, чтобы мы в начале игры могли оценить игру с тенями и всё такое. Не удивлюсь. Закрыто. Дверь заперта. Ну, естественно. Подожди, в окно пока не полезем. Я не помню, куда идти. Вроде как в окно. Кажется, у ворот горит свет. Только бы выбраться отсюда живым. Но причём мы пойдём в окно? Мы посмотрим на таблички. Это же так важно сейчас. Кабинет. Понятно, чей? Наша секретарша заперла дверь. Как всегда, сама ответственность. Ну да, не всё посмотрели, всё посмотрели. Пойдём в окно. Это уж слишком. Я не могу вот так выпрыгнуть из окна. Да ладно, зачем она тогда нужна здесь? Какой в нём смысл? Дверь открыта. Держи, а я эту дверь могу открыть? Вот эту вот. Раньше у меня был ключ, когда это был кабинет Уильяма Паттерсона. Но после переезда пришлось его сдать. Ок, пойдём сюда. Блин, я же не говорю обычно «ок». Откуда это вообще пришло ко мне? Данные о персонале. Чё тут? Расписание лекций на эту неделю. Может быть, я смогу как-то помочь Уильяму Паттерсону получить книгу завтра, прежде чем она попадёт к доктору Форестер. Так. Теперь доктор Форестер будет занята на утренней лекции. А вот у моего друга Паттерсона завтра утром занятий нет. Значит, он сможет сразу забрать заказанные книги. Идеально. Пора выбираться. И мне нужно спешить в полицию. А компьютер не посмотрел, а блин. Вернись назад, мужик. Чё-то в компьютере было интересное, наверное. Нет! Что-то мне подсказывает, что он не выжил. Чёрт, он покойник. Миссия провалена. Удаченьки. Надеюсь, мы дойдём у него пергамент, иначе у нас будут проблемы, Вэдж. А первого дайте угадаю завод Биггс. Ну, начало интригующее. Но из этого мрачного, неприветливого места... Мы перейдёмся всем в солнечный Гамбург. Через неделю. Да, пап. Я знаю. Нет. Мне ещё не захотелось поехать с тобой на Генеральную Ассамблею ООНа. Нет, не буду. Я просто хочу отдохнуть пару дней. Нет. Это никак не связано с моим разрывом с Максом. Да, да. Да я даже не думаю о нём. Ты вообще такой этот Макс. Да, да, ты прав. Я буду скучать по нему, даже если он полный критик. Но это уже не важно. Ты сам знаешь, что это было верным решением. Да, я надеюсь, что круиз поможет развеяться. Да, спасибо. Слушай, мне пора идти. Меня ждать не станут. Я тебе скоро позвоню. Самое позднее, когда приеду домой. И тебе того же. Удачи и лёгкого бурения. Или чего там желают геологам? Интересно, в какие вообще... Как он в такие маленькие паузы умудрялся свои слова вставлять? Вы путешествуете на этом корабле? А хвост как был деревянным, так и остался. Довольно странно, кстати. Вроде как детализация лиц вполне нормальная. Ну, более-менее. Могли, мне кажется, с хвостиком что-то сделать, чтобы он выглядел поприличнее. Но нет, он как был. Непонятно, каким так и остался. Но, впрочем, не в хвосте счастья. Адипсельверпразенс. О боже, я так соскучилась. Серьёзно. Новое приключение ждёт нас. И мне даже не нужно будет фигачить все кнопки геймпада, чтобы дойти до конца. Господи. Всё-таки есть много положительных моментов в прохождении квестов. Одна рука всегда занята чашкой с чаем. Другая только мышкой, на которой тебе нужно кликать. Только одну кнопку. И всё обычно происходит у тебя в голове. И 50% игры тебе нужно просто наблюдать за прекрасными заставками и за геймплеем непосредственно. Господи, я люблю квесты. Благослови Господь Америку, да? Отлично. Секретные материалы 2. Пурит из кордис. Я не помню, как переводится пурит из кордис, если честно. С латыни. Значит, это моё царство на ближайшие дни? Нет. Не люкс, конечно, но вполне уютно. Но я всё равно надеюсь большую часть времени провести у бассейна. Неплохо бы освежить цвет лица. Итак, приступим. Это не мой чемодан. Очевидно, он принадлежит некоему Уильяму Паттерсену. По крайней мере, это имя указано на багажной бирке. Отличное начало. Спрошу портье, наверное, наши чемоданы перепутали. Сумочка же здесь твоя стоит. Согласно бирке, владелец этого чемодана некто Уильям Паттерсон. А судя по всем этим наклейкам, он объездил почти весь мир. Давайте сохранимся прям сразу. Так, хорошо. Я не роюсь чужих чемоданов. Особенно, если на них замки. Верное уточнение. Очень важное. Подожди, отойди. Саймон говорит, через него открывается путь в волшебный мир. Нина говорит, это шкаф. Кто такой Саймон? Это что-то из Нарнии? Или из... Одинокий роликовый конёк. Из чего-то подобного? Или какой Саймон? Ну, начинается сбор мусора. Наверное, через этот громкоговоритель капитан сообщает пассажирам, что судно только что затонуло. Может быть. Я боялась, что всем просто выдадут по гамаку. А тут такой приятный сюрприз. Фотография мужчины перед Атомиумом в Брюсселе. Думаю, это капитан нашего Титаника. Пусть ещё повисит. Хорошо. Эм... Сумочка. Сумочки. Вся моя жизнь. Вот почему так важно, чтобы сумка была хорошей. Аминь. Считаю, каждая женщина должна уметь прожить пару минут без своей сумочки. Ещё раз аминь. Пока что оставлю её здесь. Кошмарная занавеска. Да ладно, обычная... Нормальная занавеска, чё-то... И почему их называют иллюминаторами? А, неважно. Вид всё равно отличный. Не открывается. Может, это и к лучшему, иначе каюту затопит первая большая волна. Иллюминатор от слова иллюмина. Так, ну, шо я могу сделать? Просто тупо выйти отсюда, да? Ну, пойдёмте. Шлёпки у неё классные. Точнее, этот... Привет! Отличная корма! Пардон? Наслаждаетесь последними днями? Что? Вы что, газеты не читаете? Телевизора нет? Конечно, читаю. А что? Тогда вы должны знать, что все мы обречены. Серьёзно? Меня никто не предупредил. Ха-ха-ха-ха! Сейчас об этом все говорят. Глобальное потепление, горящее нефть на Ближнем Востоке, природные катаклизмы, один другого хуже. Может, через минуту мы все отбросим копыта. К чему это вы клоните? Ха-ха-ха-ха! Ясно же! В такие времена впору плакать. Какое же может быть веселье? А уж тем более круизы! А вам виднее. А на каждом углу эти псевдонаучные бредни. Когда вижу в Нью-Йорке этих типа учёных, с важным видом решающих мировые проблемы... Извините, что перебиваю, но мой отец случайно. Один из таких учёных. Да, каждый несёт свой крест. Лично я только смеюсь над этой глупостью. Ха-ха-ха! И наслаждаюсь. Опять-таки, цены, натура и круизы упали из-за паники. Жаль только, что я сам работаю в туристическом бизнесе. Вот отправился в круиз напоследок, пока эти учёные-паникёры не разорили меня в конец. Звучит здорово. В чём-то он прав. Но всё же приятнее поговорить с двумя паникёрами. Ой, конец света так близок, чем с ним одним. Так, хорошо. Ну, давайте сперва. Вы что-нибудь слышали о несчастном случае в порту? К сожалению, нет. Я что-то пропустил? Нет. Ну и придурок. Кто-то по ошибке взял мой чемодан. Вы его не видели случайно? Нет, к сожалению. Весь мой багаж на месте. Чемодан, рюкзак, косметичка. Косметичка? В наши дни мужчины должны ухаживать за собой. Вы меня поймёте? Спасибо за комплимент. Сосредоточусь на более приятных вещах. Отличная идея. Веселись. Я не буду это комментировать. Мерзкий мужик. Ух ты, прям сразу бегом. Чё-то ломанулось-то так. Давай хоть в дверь и постучимся. Так, а сюда вроде можешь, да? Ну, логично. Лазарет заперта. А, нет, смотри-ка. Кажется, это корабельный лазарет. Не. Лазарет пуст. По крайней мере, никого не видно. Хорошо, наверное. Вот это, кстати, да. Не могу войти без ключа. Да и внутри вроде никого. Знаете, вот когда начинаешь играть в какую-нибудь игру, в которую ты давным-давно играл, что-то начинает теплиться, когда ты... Окно грязное, но только внизу. Что странно. Чё я, господи, сбилась с мысли? В общем, у тебя начинает что-то теплиться на границах разума. Вроде ты узнаешь вещи, но при этом не помнишь до конца, что с ними нужно будет делать. Это очень странное ощущение. По-моему, возможность его открыть никто не предусмотрел. Как знать. Так, подожди. Здесь, смотри, здесь тип того войти, это наше. Почему здесь ничего не на это самое? Ох, господи. Подожди, давай туда. Колзитка. Огромный жирный заголовок на первой странице. Окончательная победа над природой. Сильные мира сего надеются вернуть контроль. Это о Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдет в Нью-Йорке через пару дней. На повестке дня недавние стихийные бедствия. Еще написано о круглом столе экспертов, который состоится перед конференцией. Мой отец туда приглашен. Это для всех пассажиров. Оставлю здесь. Ненадолго, судя по всему. Сомнительная декорация на морскую тему. Берю весло. Она реально его взяла, я не ожидала. Я думала, она скажет, зачем мне весло? Че, я с ним ходить буду? Красивое изображение Ноева ковчега. Не то чтобы шедевр живописи, скорее рисунок из детской книжки. В музее у моего отца есть такой же. Ну, бери. Пока дают. Мы же любим собирать. То есть газету она брать для всех посетителей не хочет. А вот весло и фонарик, это как бы вообще за милую душу, да? Нет. Хрен с тобой. Держи, дверь. 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 Понятно. Идем. Здесь тоже будет закрыт, конечно, но... Дверь закрыта. А, причем даже вот так, да? Другой, как бы, монологик. Ну ладно, пойдемте наверх. О, его, господи, боже мой. Я вот что-то смутно помню, вот с этим связано будет. Ох уж, это русская озвучка. В ней есть всегда какой-то шарм. Сюда зачитывают объявления для пассажиров. Не знаю, где портье, но явно где-то недалеко. Не хочу, чтобы он меня застукал. Угу. Ваза с марципановыми картофелинами. Тебе не нужны? Ну, не знаю. Марципановая картошка. Главный повод ждать Рождества. Я прочитала неправильно. И прочитала жрать. Думаю, жрать Рождество. Спереди выглядит как обычная стойка. Не знаю, насколько интереснее с другой стороны. Стойка слишком высокая, ничего не видно. Слишком высоко. Не перепрыгнуть и не заглянуть. Ой, да ладно, не перепрыгнуть. Я тебе умоляю. Руками оперлась вперед. Он ведет в трём судна. Не? Люк запечатан. И причин ломать печать я пока не вижу. Ну, а как же там любопытство. И дань ей. Так, это что такое? Путь наверх. Логично. Черт возьми. Если смотреть в потолочное окно сверху вниз, можно ли его так называть? По-моему, возможность его открыть никто не предусмотрел. Такие мини-карусели часто ставят у входов в супермаркеты. Сюда я не втиснусь. И утащить эту штуку не могу. Не хватает колес с одной стороны. Да? А от этой штуки от... Отковырять. Да, так я смогу сдвинуть карусель. Но в любой момент кто-нибудь может прийти. Лучше отложить эту затею на потом. Хорошо. Ты кто? Он чем-то расстроен. Давайте испоганим ему день ещё больше. Здравствуйте. У вас такое дружелюбное лицо. Здравствуйте. С вами всё в порядке? О, привет. Да, полный порядок. Мне так не кажется. Мне казалось, что в круизе все счастливы и всегда в хорошем настроении. Иногда осознаёшь, что вся твоя жизнь может поменяться за одну секунду. В такие минуты невольно задумываешься, есть ли хоть какой-то смысл во всех наших планах на будущее. Да, невесёлый персонаж. Если он всегда такой. Хотя, может быть, у него есть причина чувствовать себя подавленным. Вы думаете о несчастном случае в гавани? Как? Как вы узнали? Печальный случай. Вы знали этого человека? Я? Нет. Всё было очень странно. Только что он говорил со мной, и вдруг... Он говорил с вами? Да. Он спросил, плыву ли я на этом судне. Потом он снова исчез. А потом... Этот несчастный случай. Он больше ничего не говорил? Кажется, нет. Вы точно уверены? Да, точно. А в чём дело? Ой, это не так важно. Я... Просто принял всё это слишком близко к сердцу. Извините, я бы хотел побыть один. Да, конечно. Ну, этого чувака мы, по-моему, видели в меню. Поэтому понятно, что он непростой. Люк, запечатан. Да, 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 да. Ресторан закрыт. Печалька. Давайте позвоним хоть. Не знаю, зачем. Вот ничего не можешь сделать, как надо, Нина. Аси. Чемодан верните. Не просто... Испортили звонок. Не волнуйтесь, я его позже починю. Хорошо. На самом деле я хотела сказать, что в моей каюте лежит чемодан некоего Уильяма Паттерсона. А мой пропал. Думаю, чемоданы перепутали. О, как прискорбно. Немедленно начну с этим разбираться. Было бы замечательно. Уверена, мистер Паттерсон тоже скучает по своему чемодану. Боюсь, что нет. Простите? Вы, наверное, не слышали, но с Уильямом Паттерсоном произошел несчастный случай незадолго до отплытия. Ох, это он бежал по гавани в Гамбурге? Да. В высшей степени трагический случай. Он серьезно пострадал? Не знаю, можно ли серьезнее. Так он... Боюсь, что да. Я незамедлительно приступлю к поискам вашего чемодана и принесу его прямо к вам в каюту. Должно быть, он в каюте бедного Паттерсона. Хорошо, благодарю вас. Ну, офигеть. Пора на боковую. Не вижу этому препятствий. И вообще, я на отдыхе. Последние дни выдались безумными. И этот разрыв с Максом... Нина, ты здесь, чтобы забыть его. Хватит раданий. Нужно просто лечь спать. А утром жизнь наладится, и мир станет намного приветливее. Может, заодно и чемодан найдется. Не мог же он испариться, правда? Ну... Спать в туфлях? Минутку. Уже иду. Как можно жить так? Это не мое бикини? Тут записка. Ну и почерк. Лифт купальника из моего чемодана. Кто-то прикрепил к моему купальнику записку. Здесь написано... Вы это искали? У меня есть и остальное. Приходите и заберите. Как? Вот подсказка. Они приходят из космоса. Но если смотреть снизу, это совсем не важно. Не знаю, о чем тут речь. И что с автором записки? Он тихий псих или опасен для окружающих? Меня волнует вопрос. Чемоданы подменили умышленно? И если да, то зачем? Ну, зачем? Я думаю, мы узнаем уже в следующей серии. Потому что на данный момент мы это завершаем. В принципе, я думаю, вы уже догадываетесь, да, что нам примерно нужно будет сделать. Если я, конечно, сейчас не ошибаюсь. И, в общем-то... Ну, я имею в виду вот эту, типа, загадку. И, в общем-то, проверим в следующей серии, права ли я и правильно ли вы думаете. В общем, все это будет совсем скоро. Надеюсь, что вы рады тому факту, что Тунгуска, точнее, Secret Files вернулись на наш канал. И, в общем-то, то, что вторая часть, вот она, родимая. И, в общем-то, если это так, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Если вы еще не подписаны, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Либо подписывайтесь на Google+, если у вас нет, например, ВКонтакте. Чтобы, в общем-то, полить наши замечательные новости. И вовремя обо всем узнавать. Ну, а с вами была Seven. Всем удачи и до встречи в следующей серии. Пока-пока.